Приветище! Это Зомби Эйсер и моя пятая попытка, если не десятая, начать съемки этого ролика. Короче, разработчик выпустил обновление, обновление игры, все пишут, давай там обновление, снимай, снимай, а что собственно снимать-то? Снимать-то нечего. Разработчик просто выпустил апдейт по оптимизации игры, продолжения игры нету, он не сделал, но пообещал сделать ее в ближайшее время, когда, не знаю, он умалкивает этот момент. Короче, что он сделал? Теперь у нас трава стала зеленее, ландшафт, то есть пейзажи и вообще весь мир, он переработал вручную, если раньше это все генерировалось как-то особым там методом, то теперь все он выставил вручную, говоря, ссылаясь на то, что теперь будет меньше фризов, меньше лагов, хотя что-то я вот бегаю, поворачиваю камеру и вот видишь, подфризывание идет, подтормаживание. Короче, ну не знаю, если лагов стало не меньше, так поднабавилось точно, раньше такого не было, короче, играть теперь стал какой-то неудобняк, вот, как по мне. Также, переработали меню строительства, теперь оно выглядит вот так, вроде бы оно выглядело так же и на английском было, а теперь все на русском. Так же, у нас сейчас уже вечереет, становится темно, у нас появилась возможность прокладывать проводку, то есть смотри, у меня выключатель этот теперь не работает, он не включает свет, вот, мне нужно теперь прокладывать проводку от этого выключателя к нашему светильнику. Чем мы сейчас, собственно, и займемся. Демонтируем, значит, кнопочку, а куда она демонтировалась? Эу, эу, Иван Петрович Василь Иванович, прикинь, меня кинули на, а на что меня кинули, подожди, вот он выключатель, меня кинули, короче, на два металла и, нет, на один металл и на один двигатель, ну, генератор, или как она там, реле, грубо говоря, короче. Вот, я поставил, так, дальше что, дальше я должен его сделать, пожалуйста, и как мне теперь свет подключить, а как, непонятно. На ящиках, кстати, появилась возможность переименовывать все это дело, то есть ящик для запчастей, частей, запчастей, 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 или для тела какого-нибудь, чтоб я туда мог залезть и спрятаться, например. В общем, оу, 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 рука, рука, смотри, рука теперь у меня появилась вместо, хе-хе, вместо мышки. Отстань, пожалуйста, рука, дай мне спокойненько. Ну вот, короче, обновили игру и появилась куча багов. Все, все, наконец-то я избавился от руки, это здорово. Давай включим хотя бы этот светильник, потому что ни шиша не видно. Другой светильник я поднял на второй этаж. И как же мне теперь электрику-то провести, чтобы светило нормально? Давай зайдем в меню строительства, возможно, что-то здесь у нас появилось. Например, проводка, ну, что-то я сомневаюсь. Напольный бак дождевой воды. А-а-а, теперь я понял, что это. Я вначале думал, что это труба какая-то, ну, знаешь, дымовая труба, например. А это, оказывается, бак для воды. То есть, если будет идти дождь, мы будем спокойно накапливать в этом баке воду. В общем, электричество я не нашел, и как его проводить, я тоже не понимаю. А-а-а, я наконец-то нашел. Короче, когда мы нажимаем буковку B, это открывается меню строительства. Когда я нажимаю буковку N, английскую N, у меня появляется электрификация. И вот теперь я, значит, как мне это правильно сделать? Ой, чуть-чуть что-то демонтировал. Значит, выделяем вот этот вот шарик и тянем проводку к нашему выключателю. Все, проводка у нас есть. Теперь все работает четко. Отлично, наконец-то. С проводкой разобрались. Теперь все будет именно вот таким вот макаром прокладываться. И освещаться. Тут у меня тоже где-то было... Наш камин погас. Можно туда подкинуть чего-нибудь, но пока не буду. Добавьте в камин... А, у меня еще 11 минут горения есть. У меня там уже подкинуто что-то. Так, ладно, это не важно. Хотя, давай все-таки проверим, как он будет гореть. Разжечь огонь. Ой, красота! Сошелычков не хватает. Просто огонь. Значит, что нам еще нужно сделать? Я в прошлой серии говорил, что это будет финальная серия. И дальше я не поеду, потому что нет смысла, все равно нет продолжения. Как бы в катакомбах мы были. И фишка данного обновления, которое у нас сейчас имеется, это в строительстве вагона. Чем мы, собственно, и занимаемся. Значит, что я хочу сделать? Ну, во-первых, пойдем поспим все-таки. Работать утром намного веселее. И с утра я поставлю, наверное, водяной бак. Отлично. Доброе утро. У нас 7.50. Нужно поесть, попить. Завтракать будем картофаном. А попить у меня, к сожалению, ничего нет. Это печально печаль. Потушить огонь. Пойдем-ка поищем водички у меня. Да, водичка есть. Здорово. Забираем все. И утоляем жажду. О, чудно. Так, насчет металла. Что у меня есть по металлу для водяного бака? У меня нет ничего. Но, значит, нам нужно идти на вылазку. Помимо бака я также хочу еще сделать, знаешь что? Прожектор. Но на кой черт он нам сдался? Тоже пока непонятно. Лестницы у нас есть. Решетки на кой черт они сдались? Только если оградить мой огородик. Огородик. Вот зомбарей. Тупых зомбарей, которые, в принципе, не могут сюда подняться. Мне это на руку. Я уже могу картошку собрать. Отлично. Давай, наверное, посадим новую. Вот. Чудесненько. И зажарить я ничего не могу. Хотя, как не могу, если могу. Вот и чудно. Все шикарно. Обед есть. Можно идти на вылазку доставать металл. Так. Порешали проблему, знаешь, еще с чем? С тем, что когда ты перезаходишь в игру, ну, допустим, ты разобрал какие-то бочки или мусор какой-то, перезаходишь в игру и этот мусор снова появляется. И бочки тоже. Вот, смотри, помнишь, мы в прошлой серии вот это все разбирали? А оно снова здесь есть. И вот теперь, если я это все дело разберу, то оно не появится. То есть, ну, такой читерский бак был с бесконечным металлом. Нужно больше металла просто... Ой-ой-ой, зря я бью эту бочку. Вдруг она подорвется. То есть, нужно было металл. Пошел, что-нибудь разобрал, перезашел и пошел снова по этим же точкам прошелся и собрал еще металл. Так что халява кончилась. Все прикрыли. Будем играть по-честному. Ну, как говорится, рюкзак наполнен. Ой, чуть не упал. Рюкзак наполнен, а это говорит о том, что нужно высвобождать его, чтобы идти дальше на вылазку. Давай попробуем сейчас все-таки сделать этот водяной бак дождевой воды. Куда его ставить, я еще не понимаю. Возможно, на крышу. На крышу. Куда он вообще ставится, этот бак? Так, в принципе, тут у нас нет крыши. Как бы, если я его тут поставлю, то ему норм будет. Кстати, еще знаешь, какая фишка появилась? Сейчас я тебе покажу. Я могу выкладывать вещи со своего инвентаря на стол или на пол. Ну, вот сейчас я, например, попробую это сделать. Подожди. Так, что бы выкинуть такое? Чтобы потом не пожалеть. Ну, вот, например, картошку. Я могу? Смотри, картошка. Во, 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 смотри. Вот картофан теперь валяется. Хоп. Давай попробуем. Смотри, как круто. Офигенно же, да? Раньше этого не было. Это все сделано для уюта, чтобы дома можно было... Точнее, не дома, а в своем вагончике все красивенько разложить. Например, смотри, вот у меня стол плотничий. Я могу сюда положить вот, пожалуйста, инструменты, металл, гранату. Все очень классно. Например, на диванчик я сейчас положу бутылку с водой. Ну, это, так, знаешь, я не положил, это как будто левитируют все мои шоколадки и бутылочки с водой. Ну, пускай здесь будет на черный день. А, ну, еще можно еду сюда. О, картошечка у меня закрыта. Как круто. Контейнер такой навороченный. Что еще я могу здесь положить? Ну-ка, вот это. Деньги, деньги, давай, как будто я богат, я здесь бабки положу. Вот, пойдет. Картошечка тут растет, все отлично. Будем сейчас решать вопрос с дождевым баком. Куда же его все-таки воткнуть? Может быть, если попробовать сделать крышу, 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 крещу дополнительную. Где у нас тут двери, окна, крыши, вот пол. Он вот так вот будет. О, смотри, есть межвагонный мостик. Ничего себе, то есть я могу здесь мостик сделать и по второму этажу бродить? Круто, это очень круто. Так, а здесь могу сделать? И здесь могу сделать. Давай его поставим и сделаем. Только проблема вся в том, что вот так вот. А еще один мостик я могу прицепить с другой стороны, если бы был вагон. Но здесь у нас... Я на крышу забрался поезда своего. Круто, круто, очень круто. Шикарно. Я давно хотел по нему полазить и наконец-то мне это удалось. Ю-ху. Раньше я не мог это сделать, потому что... Чего это? Эта точка уже занята. Раньше я этого не мог сделать, потому что я не прыгал. Я не мог прыгать, поэтому, собственно, и не мог сюда забраться. Так, хорошо. Теперь переходим, точнее возвращаемся к нашему накопительному баку. Куда же тебя все-таки воткнуть? Нигде не стоит. Давай тогда мы перейдем к описанию и почитаем. Наконец-таки дойдем до инструкции, посмотрим. Накопительный бак. Для установки необходимо наличие крыши с функцией сбора дождевой воды. Понятно? Понятно. А у нас есть такая крыша? Так, крыши. Крыша с функцией сбора дождевой воды. Это, наверное, вот. Вот она, крыша, как она выглядит. Крыша для сбора дождевой воды. Угу. Ну, хорошо. Допустим, я эту крышу хочу поставить. Где я ее хочу поставить? Ну, здесь, наверное. Вот эту крышу разобрать. Ммм. Да ладно, давай здесь эту крышу сделаем. Сделаем второй этаж и переход на второй ярус. Вот так вот. Готово. Здесь, значит, у нас будет что? Сразу крыша. Вот, сразу крыша. Вот так вот. Отлично. Ну, у нас тут фантастика, магия и нелогичные, нефизические вещи. У нас здесь второй этаж, пол второго этажа, который висит в воздухе. Это что-то сверхъестественное. И мы сейчас прицепим туда. Вот эту штуку-то можно прицепить? Что-то не получается. Подожди-ка. Сверху надо попробовать. Сверху сто процентов получится. Не, что-то низе. Но вот, этот мостик нам помог перебраться сюда. Ну и отлично. Ну и хорошо. Так, значит, дальше. Нам нужно сделать теперь вот такую вот крышу. Вот она здесь будет у нас. Это крыша со сбором дождевой воды. Отлично. Тыльный элемент крыши. А, то есть я могу вот так вот сделать. Смотри. Видишь, у нас тут кусок такой незакрытый. Я могу сделать вот так, и он будет закрытый. Но тогда у нас будет труба перекрыта. Черная вот эта вот. Нет, это нам не годится. Так, значит, сюда нужно немножечко древесины, которой у нас уже нет, она кончилась. И металл. Хорошо. Сейчас древесина будет. У меня тут дофига древесины. Вон, 33 досочки. Я забираю десяток. Нет, я не смогу забрать десяток. Значит, давай мы что-нибудь выкинем. И заберем 5 досок. Теперь мы можем сделать эту крышу. Чудесно. Просто шикарно. И видишь, у нас тут вот идут вот такие вот желоба, по которым будет сливаться дождевая вода. И, скорее всего, мы сюда сможем теперь установить накопительный бак. Ну да, вот смотри, пожалуйста. Он у нас теперь будет. Мастерим. Питьевая вода у нас будет в достатке, когда будет идти дождь. Кстати, он очень здоровый, этот накопительный бак. А, гляди. 0,100% грязной воды. То есть вода эта будет грязная, ее в любом случае нужно кипятить. По всей видимости, при помощи нашей печи. Так, что еще мы можем сделать? По освещению прожектора. Прожектора мы можем вешать на бока поезда. Давай почитаем, что тут написано. Прожектор устанавливается с внешней стороны стен. Для подключения необходимо наличие электровыключателя. Окей. Давай слезем. То есть вот, вот так вот это все будет. И будет смотреться прикольно. Давай сделаем один здесь. И... Да пусть пока будет один здесь. Что там для него нужно? Стекло, металл и электрические детали. Нам теперь нужно с тобой дождаться дождливой погоды, чтобы понять, как работает наш дождевой бак. Потому что без дождя мы ничего не выясним. Так, прожектор где-то у нас. У нас все материалы в принципе есть для него. Давай соорудим. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Так, ну хорошо, прожектор есть. Давай попробуем теперь выключатель на него подсоединить. Я чуть не раскурочил свой вагон. Кстати, вот интересно, как это у меня получится. Вот у нас идет электропроводка и подключается... А, ну вот. Чудно. Окно разбил. Я разбил или нет? Блин, а еще я кушать хочу. Капец, домахался. Давай еще раз попробуем. Махнет, нет? Не, вроде больше... Ага, прикольно. Я бью по окну, но оно как бы не бьется. Просто момент разбития существует. Звуковое... О, я еще и здесь что-то прицепил. О-о-о. Здесь у нас тоже этот... Прожектор был. Так, хорошо. По идее, сейчас у нас прожектор должен светить. Он светит, нет? Не видно. Мы его подключили как-то неправильно. Знаешь почему? Потому что у нас сейчас светильник горит. Вот, видишь? Он тут горит. Если я выключу вот здесь, то должен загореться прожектор. По логике вещей. Но нет. Но нет. То есть это автор предусмотрел. Разработчик. Автор-разработчик одно и то же. Давай еще раз посмотрим. Он горит? Горит. Все. Отлично. Теперь у нас есть ночное светило. Ночной сторож. Который будет нам подсвечивать все. Посмотрим, как он будет светить ночью. Так. Значит, что еще мы можем сделать? Лестница. Решетка из окна. Мы... Ну, не знаю. Давай попробуем. А, решетка для окон. Это же для окон. Решетка широтого... Понятно. То есть я думал, решетки можно здесь по периметру сделать. Знаешь, как... Тюремный вагон. Типа из этого. Но нет. Это просто окна. Двери нам не нужны. Хотя... Да нет. Здесь двери не нужны. Двери не нужны. Крыш... С крышей мы разобрались. Тыльные стороны. Межвагонный мостик мы тоже сделали. И, в принципе, все. Больше у нас ничего нету. Никаких новинок. И у меня повис... Блин, как мне теперь это все убрать? У меня завис индикатор необходимых материалов. Вон снизу. А это удаляем. Блин, он снова завис. Да что ты будешь делать? Так, подожди. Сделаем по-другому. Вот так вот. Теперь я... Блин, если я его сейчас... Я его удаляю, короче. Когда ты ставишь какой-то объект, и хочешь его удалить... Ну, который ты хочешь построить. А потом ты планируешь его удалить, ты удаляешь, и у тебя все равно индикатор необходимых ресурсов остается. Вот и глюк. Вот и баг. Надо будет разработчику написать. Так, у нас уже вечереет. Сколько времени? 16.52. В принципе, мы все с тобой сделали. В игре больше делать нечего. Остается лишь ждать обновления. Обновления по продолжению игры, которые пообещал сделать разработчик. Он сказал следующее. Следующее обновление не будет связано с оптимизацией, допиливанием красоты мира, или еще что-то. Оно будет связано исключительно с продолжением игры. Чего мы будем очень сильно ждать. Ну все. Я думаю, что настало время зажигать прожектор. Так, прожектор включаем. Ух, как светло-то. Отлично. Освещает он, конечно, не очень большую зону, но довольно приемлемо. Ну и вот это, конечно, левитирующая крыша, и пол второго этажа, это просто нечто. Еще, знаешь, что я хотел? Попробовать выкинуть пистолет и посмотреть, как это... О, круто, как все смотрится-то. И дробаш тоже, вон, смотри. Все это дело можно развернуть. Давай биту сейчас еще. Вот развернуть. Повернуть. Вот таким вот образом. Арсенал. О, а на стену можно, кстати? Настенный арсенал. У меня стен-то тут нигде нету. Вот, вот здесь вот, смотри. Дай попробуем сейчас сделать. Не, на стенку, к сожалению, нельзя, но было бы очень круто. Очень круто на стенку все это дело складывать. Ура! Я проснулся, и у нас идет дождь. Это просто классно, потому что у меня нет питьевой воды. И сейчас она, надеюсь, у нас будет. Здорово. Пойдем посмотрим на наш бак. Сколько наполнилось? 0,2 и 100. И, скорее всего, мне нужно сделать бутылку еще. Еще бутылку. Что мне там нужно для бутылки? А, в принципе, просто стекло. У нас имеется пустая бутылка. Я так полагаю, что при помощи нее я смогу набрать себе немножечко воды с нашего контейнера. Грязная вода. Но нет. Нет, не могу. А если я ее просто положу где-то здесь? Вот она у нас есть. А, вот же тут вентиль. Подожди. Вентиль, по-моему, вообще никак не реагирует. У нас 1 литр и 3, сколько это, миллилитра и 4 миллилитра в баке. Но я уже хочу пить. И, слава богу, что я оставил запас на черный день. Деньги промокнут. Надо их забрать. Выпиваем эту бутылку. Последнюю. И что мы можем сделать с бутылкой воды? Где вот такую вот бутылку достать, а? Бутылку грязной воды. Где вот ее взять, а? Непонятно. У нас есть стеклянная бутылка, но не пластиковая, которая нарисована там. Может быть, если я пополню эту бутылку, она станет пластиковой? С грязной водой? Так, подожди. Стеклянная бутылка для ваших нужд. Но непонятно для каких. Я не знаю. Может быть, сюда какой-то переключатель? Короче, есть у меня предположение, что автор еще не до конца реализовал. Вот он, кран. Как бы, по идее, можно на него нажимать и наполнять воду. Два литра у нас уже в контейнере, но нифига. Снизу у нас тоже ничего нету. Давай-ка сходим сюда, посмотрим, не могу ли я сделать пластиковую бутылку из пластика. Нет, не могу. В общем, пока что непонятно. Если ты в курсе, как это сделать, то напиши в комментариях. Ну, а я думаю, что пора закругляться. Мы все сделали. Если кто-то не видел прохождение до того момента, пока не закончился сюжет, то вы можете посмотреть прошлые ролики. Прошлое мое прохождение. Оно у меня, кстати, сохранено. Вот. Проходил я его в прошлом году. В августе. В августе. Вот. И когда выйдет продолжение игры, я загружу именно вот это сохранение. Там у нас не будет еще построен вагон, который мы сейчас имеем. Но я его воссоздам, это не страшно. Просто я не хочу проходить снова катагомбы. Они темные, стремные и не очень хочется туда возвращаться. Так что немножечко схитрим. Ну, а на этом все. Это была последняя серия по этой игре. Мы ждем продолжения, обновления от разработчика. И только потом продолжим играть в эту игру. Ну, а тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайк под этим видео. Если тебе нравится эта игра, ты ждешь обновления. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующего ролика по этой игре. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok